привет уважаемый зритель в данном видео я покажу один из вариантов воскрешения аккумуляторов вот такого шуруповерта ну как воскрешение никель кадмиевый с небес свернуть трудновато конечно поэтому будем ставить литий прослужил данный шуруповерт у меня уже около 8 лет и один из аккумуляторов сдох безвозвратно он бы может не сдох но тогда я еще не знал как нужно правильно их заряжать а теперь поздно и второе кум тоже понемногу сдыхает шуруповер 12 вольтовый аккумуляторы тоже соответственно 12 вольт полтора ампер часа сначала была идея запитать его от блока питания проверил силу тока и как вы видите на холостом ходу вроде терпимо всего лишь два три ампера потребляет а вот при нагрузке до 20 ампер хотя чтобы был запас надо блок питания на 25-30 ампер выбирать по алиэкспрессе он немного нашел блок с минимально подходящими параметрами и сопоставив размеры блока цену странности и конструкции принял решение что можно немного добавить и купить уже готовую шурику например вот такой и не лепить что попало но напрашивается вопрос зачем покупать если этот еще живой в общем начинаем заказал следующие запчасти для переделки на литий вот такая вот плата для трех банок 18 650 литиевых батареек она универсально защищает батареи от сильного разряда и от перезаряда и вот такой индикатор заряда для трех банок 18 650 он у меня давно в корзине на алиэкспресс лежал ну вот и пришло время пробануть сами 18 650 и не покупал вытащил из старого повербанка померил емкость при помощи ли 500 в результате была обнаружена емкость в 900 миллиампер час на банку конечно не ахти но зато экономия на лицо теперь надо все это собрать и проверить сначала вытащил старые аккумуляторы вот такие внутри были аккумуляторы теперь нужно определиться с полярностью у меня на аккумуляторе на исправно здесь подписано все минус плюс а вот третий контакт неизвестно но чтобы нам неправильно ничего не подсоединить проверяем плюс 1380 и этот это тоже оказывается минус и также делаем на этом аккумуляторе я одну оставил батарейку чтобы она она давит на эти контакты чтобы не на месте бы вот в общем я подсоединил все под схеме удобства подписал b1 b2 b3 так вот их скрутил неровно получилось поэтому плотно плата у меня не предлагает потом припаял один проводок здесь 2 все по схеме соблюдал нормально так здесь у нас плюс минус минус сюда вот я уже к питанию подвел минус и плюс так замерим сейчас напряжение на каждой батареи сколько у нас показывал сначала и на выходе у нас есть сюда вот мы подключим вольтметр 1222 так что нам проверить в первую очередь в первую очередь давайте проверим сразу как у нас работает шелоповерт точнее вот они мои три дохлых аккумулятор сравнительно дух холостом крутит отключается плата защиту хуй попробуем вкрутить вот такой саморез четыре сантиметра вот есть у меня дсп такая старого образца еще это стол бывший сейчас попробую включить наш саморез потом сверлом восьмеркой я насверлил немного отверстий а именно 52 у меня получилось дальше не стал решил проверить насколько просили аккумулятор в результате этих небольших испытаний измерил температуру аккумуляторов они нагрелись примерно до 40 градусов кстати мой шуруповерт рассчитан на 12 вот напоминаю они сумме выдавались куполам 12 11 45 так и на каждой посмотрим и 8 и 8 и 8 в общем садятся неравномерно это уже хорошо вот если у вас кстати шурик 14 вольтовый то наверно вам надо уже 4 батарейки и плату 4s это у меня написано 25 ампер хотя я заказывал это вот поэтому он вырубается 25 ампер достигает и уходит защиту вот хотя на сайте написано 30 30 было повеселее конечно и аккумуляторы побыстрее ну при нагрузке далее я разрядил эту сборку до нижнего предела заряда просто подключил 12 вольтовую лампочку и оставил на время по истечении определенного времени лампочка погасла то есть плата отключила подачу питания после достижения вольтажа на выходе 10,25 вольт поставил батареи на родную зарядку шурика при установке аккума как и при родном загорелся красный светодиод говорящий нам что процесс заряда идет а зеленый просто говорит о наличии питания то есть после переделки у нас новый аккумулятор заряжается также как и старый то есть его не надо отдельно заряжать красный светодиод погас через 1 час 10 минут начальное значение только заряда было 2 и 3 ампера напряжение после полной зарядки составила 12,1 вольта перейдем к индикатору заряда вот я подключил тестер к индикатору и мы видим что один сектор не горит при 12,01 вольта ждем некоторое время и вот у нас уже 12,02 и сектор загорается далее опытным путем я определил значение секторов индикатора ну то есть соответствие вольтажа сектору конечно с моим лабораторником есть погрешность определенная как можно узнать из вот этого видоса он плоховато регулируется поэтому результаты правильнее дать в диапазонах ведь десятые доли вольта это всего лишь десятые и так первый сектор загорается при вольтаже от 10,3 до 10,5 второй сектор загорается от 10,6 до 10,8 третий сектор от 11,2 до 11,3 и четвертый загорается от 11,9 до 12,1 вот так выглядит у меня вольтметр и выключатель то есть он будет выключаться чтобы постоянно не горел ну это просто плюс через него идет минус вот так и в принципе тут все входит у меня сейчас спаяю и вот так вот буду еще вставлю можно картоном проложить а здесь проложу такой пупыркой как это называется то пенопласт короче какой то вот ну еще здесь сверху тоже чуть-чуть наложу чтобы они там не болтались и все и сейчас скручу ну вот в общем то и все готова наша батарея вот выключатель можно посмотреть сколько она сейчас показывает вот такая вот вот такой результат только при установке кнопки я не учел что в чемодане она может сама нажиматься это не есть хорошо для решения проблемы мне опять пригодилась часть китайской упаковки я приклеил ее и теперь кнопка просто не достает до корпуса а чемодан нормально закрывается подводя итоги этого небольшого апгрейда шурика можно выделить несколько нюансов которые необходимо учесть при такой доработке если ваш шуруповерт не 12 а 14 вольт то вам надо брать уже 4 батареи 18650 и плату вот такую для 4s ну то есть для 4 батареи для 14 вольт это будет с запасом чуть-чуть и надолго ну если индикаторы брать то они тоже другие там у производителя ой вернее в магазине есть целый набор таких вот кстати неплохие батареи много заказов и много положительных отзывов еще буду переделывать там возможно подбирая платы нужно быть внимательным в моем случае на сайте что только не было написано китайские друзья написали в некоторых местах 30 ампер в некоторых меньше 30 ампер а в отзывах и на самой фотографии платы написано вообще 25 ну то есть правда трудно найти и только в отзывы более менее помогает пролить цвет на реальные характеристики товара ну а вообще чем больше этот показатель то есть ну 20 или 30 ампер там тем больше ток можно взять с аккумулятор опять же некоторые батареи плохо переживают большую токую отдачу поэтому 25-30 ампер для шуруповерта это норма больше точно не надо это же все таки шуруповерт а не перфоратор на этом у меня все ссылки кому надо в описании спасибо за внимание подписка как всегда приветствуется всем удачи и позитива пока 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 pronto